Давай начнём с какого-нибудь твоего сна, который больше всего тебе сейчас резонирует эмоционально. Ну и я лежала, как бы так дремлю, всё нормально, я вдруг почувствовала такую сковывающую, острую боль в области грудины. Я думаю, господи, что это, у меня, наверное, сердце остановилось, или что, инфаркт какой-то, или что-то со мной. И не пойму, что мне, кричать или что. Потом как-то через какую-то пару минут это всё как бы начало отпускать, отпускать и отпустило меня. Отпустило меня. Появи вот этот момент, пожалуйста, когда возникла боль. Давай посмотрим, просканируем, что реально произошло в этот момент. Зайди вот это, в тот момент, когда ты это ощущаешь. Это было летом, в августе месяце. В августе, да, я собиралась ехать. Наводила красоту. Что происходит в твоём теле? Было ли какое-то сжатие? Был ли этот процесс естественный? Каким-то сбоем в ритме сердца, в каких-то органах? Или это было что-то извне, которое вызвало у тебя такую странную боль? Мне кажется, что-то извне, как бы с той стороны и сзади, с левой стороны. Давай посмотрим. Сейчас включи своё тонкое видение и просто как бы со стороны посмотри. В тот момент, когда ты испытываешь боль, какое внешнее вмешательство, какого рода происходит с твоим телом? Ну, что-то тёмное. Не гадай, просто чувствуй. Если нет видения, просто чувствуй. Нет, не могу сказать. Хорошо, я сейчас включена в твоё поле, я тебе скажу. Тут происходит внешнее влияние. Это очередная подключка. И вот эти подключки стоят в теле, думаю, что ещё до этого момента. Они стоят у тебя с детства. Это очередная переподключка, включение нового чипа в дополнение к старым. Ну, как бы модификация. Ничего себе. Серые стоят за этим. Но они же не работают как бы на себя, да? Они только делают своё дело, то, что им приказали. Давай сейчас пойдём, поставим вот это на стоп. И пойдём в другой момент, где во сне ты покупаешь новый дом, переезжаешь. И там на заднем дворе что-то такое вместо сарая. Продолжи, пожалуйста, что там происходит. Да, на заднем дворе как будто из камней таких древних, полукруплых, как бы, ну, не склеп. Ну, я считаю, это сараем. И как бы кто-то находит там тело девушки, но она муния, она обмотана вся в ткани ветхую такую. И как бы её вынесли с этого помещения. Внутренне никто не заходил, не знаю, кто. Вынесли её в переживаниях таких. Вот здесь стой. Вот теперь переживания поподробнее. Как это бы мы не посмотрели, что здесь, оказывается, в сарае здесь труп девушки. И нужно срочно идти в полицию и сказать, что мы купили этот дом, ну, труп был вот в сарае. А теперь абстрагируйся, пожалуйста, от всех этих внешних обстоятельств, что куда-то надо бежать, кому-то докладывать. Просто почувствуй, что тебя связывает с этой девушкой. Через память своей души почувствуй тот момент. Знала ли ты её когда-нибудь? Какое отношение имеет тело этой девушки вообще к тебе? К этой жизни, к другой жизни? Да, я её не знала никогда. В этой жизни нет. В этой жизни нет. Расскажи, пожалуйста, сон до конца. Ну, я говорю мужу, иди в полицию, скажи, что это, ну, не мы эту девушку убили, это мы нашли этот труп. А потом эта девушка встала ко мне, как бы, ночью снится. Какие-то, ну, такую, я точно не помню, кошмары. Она приходила часто, а потом мне уже однажды снится сон, что мы в каком-то помещении, где много кроватей, и эта девушка очень красивая, лет 30, брюнетка, коры волосы, и прям вижу её лицо. И она мне говорит, ты меня убила, а я не могу вспомнить, начинаю вспоминать, как, где я могла её убить. Вот теперь, вот зайди снова вот в эту комнату, где много кроватей, где находится эта девушка в живом виде, с чёрными волосами. Почувствуй это пространство и войди в него. Да, пошла. А теперь попробуй посмотреть на себя, кто ты в этом пространстве. Подойди просто к зеркалу и посмотри на себя. Там в комнате наверняка есть зеркало. Я какой-то мужчина? Продолжай исследовать себя. Я как будто в теле мужчина. Хорошо. Светло волосы, мне кажется. Как ты себя ощущаешь? Кто ты по отношению к этой девушке? Муж? Ну, знаю, ты меня спрашиваешь. Ты почувствуй. Какая связь между вами? Не торопись, почувствуй глубоко. Есть ли у тебя к ней какие-то чувства или что-то другое? Может быть, какие-то деловые отношения? Любовница. Хорошо. Давай раскручиваем назад. Не вперёд, а назад. Вот с этого момента. Прежде чем вы встретились, расскажи мне немножко про жизнь себя в этом теле мужчины. Что ты об этом помнишь, знаешь, чувствуешь? Что за время? Что за место? Мне кажется, это не так далеко, это время, потому что одежда такая не очень древняя. Может быть, это девятнадцатый век. Начало, может быть. Хорошо. Чем ты занимаешься в жизни? Чем занимаешься? Давай сейчас попросим твою душу показать тебе через её память какой-нибудь интересный момент, который откроет нам информацию о тебе. какой-нибудь значащий момент. Давайте я дам подсказку. Я вижу, что это приют для сирот. И ты ведуешь, ты играешь какую-то там важную роль. То есть, если не директор, то какой-то руководитель, ответственный за что-то. Вот эти много-много кровати, это как раз есть комната, где эти девушки спят. Я ещё чувствую, что ты военный. Что есть что-то военное. Хотя ты сейчас одет в такую обычную одежду гражданскую, но я чувствую, что ты военный. Вот сейчас почувствую, какая конкретно у тебя миссия. Что стоит за этим твоим имиджем простого руководителя этого дома? Дома для сирот. Сложно сказать мне. Может, я расскажу? Да. Ну, я думаю, что это где-то середина 19 века. И ты военный. Для всех остальных в отставке. На самом деле нет. То есть, есть ещё другие миссии, которые ты выполняешь. Это наблюдение за детьми. Их отбор, распределение. И вот здесь появляется какой-то личный фактор. Личный фактор притяжения к этой девушке. Что тебе по службе не дозволено. И у вас появляется любовная связь. И в какой-то момент она хочет выйти из этого. И выйти сложно. То есть, она ставит условия. Или ты находишь ей дом. То есть, я так вижу, что после выпускники этого дома, когда приходили возрасту 18 лет, им находили какие-то дома, где они могли быть прислугой. И входили в семью вот таким вот образом. Якобы усыновление. И она хочет, чтобы ты устроил ей такой хороший дом, богатый дом, где она сможет жить на таких правах, как усыновленная дочка и заодно она сейчас следит за домом. И ты чувствуешь, что этого нету на данный момент. Она ставит условия, что она может открыть связь между вами. Что, в общем-то, опасно для твоей дальнейшей карьеры. Все, что я рассказываю, сейчас резонирует? Да. Хорошо, тогда я продолжу. И не находятся в тот момент в такой семье, и ты не знаешь, что делать. И она говорит, мне нужно сейчас, мне надоело жить в этом доме, я уже взрослая, мне уже 18 лет. И она начинает тебе угрожать, что она все раскроет, вашу связь. И вот вижу, что в какой-то момент вечером вы встречаетесь, уже нет никаких там любовных отношений. Она пришла на встречу выяснить, наконец, чем заканчивается ее пребывание в этом доме. И у тебя на поясе висит кинжал. и ты просто в один момент ее наносишь несколько ударов и убиваешь ее. Какой кошмар. И прячешь ее в какой-то то ли колодец, то ли вот в эту штуку, которую ты нашла на своем заднем дворе. Какое-то место, археологические раскопки, и там, в общем, закрыто, никто не бывает, и, в общем, ты ее там прячешь и как бы говоришь, что устроил ее в семью. Подделываешь документы и вот это все заканчивается вот этой историей. Давай теперь посмотрим, что происходит с тобой дальше. Остается пятно, да? Пятно. Убийство на твоей душе. Как ты чувствуешь себя после этого? Кошмарно чувствую себя. Вот сейчас перенесись, пожалуйста, из своего состояния, то, что ты сейчас узнала, вот в того мужчину, как он чувствует, потому что я вижу, что ты говоришь от своего лица. Насколько тебя тяготит этот процесс? Ну, так, для меня шок такой, конечно, это все. Но зато ты избавился от свидетеля и продолжаешь там работать. Давай посмотрим, как складывается твоя жизнь дальше. Потому что ты еще достаточно молодой, молодой мужчина, где-то вижу 30+. Что происходит в твоей жизни дальше? ничего не идет в ней. Хорошо, я продолжу. Ты возвращаешься на службу, ты уходишь из этого дома и возвращаешься на службу военным. и тебя в какой-то в какой-то момент забирают в нашу любимую ТКП, к которой ты, собственно, и относился с самого рождения. Ты уходишь туда для того, чтобы, потому что тебе уже вот там на земле уже жизнь не мила. Ты понимаешь, что совершенное преступление не дает тебе спокойно жить. и ты уходишь на службу. Я вижу, скорее всего, Марс, вижу комбинезон, защитный шлем, какое-то легкое обмундирование, какое-то длинное оружие, какое-то пневматическое оружие в руках. И тебе вот такое чувство, что нечего терять, мне нечего терять. И такое желание закончить жизнь в этой физической оболочке. Попробуй сейчас вот почувствовать вот это состояние какой-то безысходности. И ты хочешь стереть из своей памяти все, что произошло. Не важно, тебя убьют, не важно, что уходишь. Хочешь просто как бы забыться в действиях, да, в работе. Да, у меня такое часто происходит. Даже сейчас я в работе забываюсь. Вот этот момент, что у тебя затирается память, что у тебя теряется интерес, вот находит как бы какая-то вот такая волна, что все равно, что происходит, лишь бы тебя не трогали. да, да, да. Ну вот это идет оттуда. Теперь с этой девушкой надо будет выяснить отношения, а то мы уже пойдем дальше. Давай сейчас возвращайся в тот момент, когда ты видишь ее в комнате, и она говорит, что ты ее убила или убил, уже не важно, в каком, в каком варианте. Билла, да, убила, я не могла вспомнить. Ну, вот теперь, 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 проси прощения, говори то, что ты считаешь нужным, у тебя есть на это возможность. я прошу тебя, прощения. Я очень раскаиваюсь. Мне так жаль, что так получилось. Я не хотел. Мне очень больно, что так вышло. Прости меня. Смотри, что она тебе отвечает. Почувствуй, какой посыл идет от нее. Но она говорит, что любила меня. Хорошо говорит. А теперь я хочу, чтобы ты почувствовала очень важный момент. Есть ли ее душа, воплощенная в каком-либо у тебя ватаре, в твоем близком окружении? Просканирую свою жизнь. Узнаешь ли ты ее энергию в каком-нибудь человеке, в своем близком окружении, в семье, в друзья, тот, кого ты знаешь, кто важен для тебя? Это что, моя дочь? Не знаю. Чувствуй. Ты же чувствуешь сейчас энергия этой девушки. Вот, посмотри, энергии твоих близких с кем совпадает? Мне кажется, это моя дочь. Какие у вас отношения с дочерью? Мы сейчас стали лучше, были напряженные отношения. Были напряженные из-за чего? Ну, мне казалось, что я учу ее жизни, дочь, команду ее. Что произошло, что отношения стали лучше? Что поменялось? Я поменялась. В чем именно? Я осталась осознавать, что я была себе неправильной. Посмотри, вот эта фраза, как резонирует с тем воплощением мужчины. Я осознал, что вел себя неправильно. Чувствуешь? Да. Посмотри, вот то понимание, та информация, которая сейчас открылась, заново посмотри на ваши отношения. Посмотри, что здесь можно еще поменять, чем можно еще изменить свое поведение на основе того, что ты знаешь о вас обоих. что поменять? Любить только, только любовью все искупить. Да, именно так. Вот сейчас посмотри, вот эта блокировка, блокировка обвинения себя. я убил свою любовь и убил себя одновременно, закрылся. Вот это сейчас чувствую, пожалуйста, иди туда вовнутрь. в ту блокировку, которая закрывает твою истинную любовь. Не только к дочке, а именно ко всему. И эта блокировка дает тебе вот это состояние нежелания жить, творить, что-то открывать. Она блокирует твои чувства. Заходи, пожалуйста, вот в этот блок. Просто ныряй вовнутрь. Да, захожу. И падай, просто падай вовнутрь. И тебе придут моменты в твоей жизни, какие-то действия, которые ты бы не сделала сейчас. Давай пройдем это падение через те моменты, которые слой за слоем закрыли твои чувства. Ну, кроме вот этого убийства, там наверняка есть еще много других вещей, может быть, совсем незначительных, но они собрались в такую кучу, что сделали большой блок. Просто войди в это чувствование сейчас и начинай вытаскивать по чуть-чуть. По квадрате в черном. Просто лечу в этом квадрате. И просто проговаривай, что придет. Ничего не ожидая, ничего не оценивая. Ну, какой-то просвет внизу вижу, я падаю вниз. Угу. Дойдет уже у меня просвет по словам. Какие чувства тебя охватывают, когда ты падаешь? Ну, сейчас чувство какой-то боли, тревоги. Угу. И не знаю, что мне делать. Ничего не делай, просто будь с этим. И продолжай падать все глубже и глубже. Пусть это слоями выходит. Разреши себе чувствовать. Уже более все происходит. Квадрат сверлеет. Все я вижу по сторонам просветы. Угу. Я как бы опускаюсь на ноги, на траву. Угу. Что это за место? Что ты ощущаешь на этом месте? Место пока... Не могу понять, только пока поле зеленое. Угу. Как ты ощущаешь себя на этом зеленом поле? Угу. Мне становится легче. Угу. Угу. Вот пока ты летела, происходили процессы. Что сейчас изменилось в твоем осознании? Я другая. Другая это какая? Я стала лучше. В каком качестве? В каком качестве? Мне нужна здесь конкретика. Лучше в первую очередь относиться к себе. Угу. А что лучше относиться к себе? Распакуй, пожалуйста, это. Себя не ценила. Угу. Значит, появилась уже более четкая самооценка, принятие себя. Насколько ты принимаешь себя в этот момент? От одного до ста. Начинаю. Не могу сказать на сто восемьдесят точно. Хорошо. А, давай посмотрим на те двадцать. Что еще осталось? Что-то я не беспокоила. Ну, давай, иди в это беспокойство. Иди просто в беспокойство. Сейчас никакой оценки. Просто иди туда. Оно тебе придет, как мысли формы, как внутреннее знание. Что беспокоит? Что не дает полностью принять себя? Что-то я выполняю не то и делаю не то. Я хочу эту работу выполнять не то. Вот туда иди, смотри, что ты делаешь не то. Здесь кто-то, кто указывает тебе, что выполнять и как жить. Ну, кажется, да. Мне говорят, что ты должна еще выполнить какую-то работу. Кто говорит? Откуда идет информация? Ну, как будто я... Как будто, мне кажется, я не сектоит похож, как будто. Он управляет тобой через какие-то подключки, чипы, через какое-то оборудование? Ну, да. Посмотри, где стоит. Ну, голова. Это то место, где ты делала МРТ. Сначала нашли что-то, потом не нашли. Голова, да, да. Это какая часть? Левая, правая? Лобная часть. Слева или справа? Ну, мне говорили в обе стороны. Ну, мне кажется, слева больше. Да. Вот, давай просканируй, пожалуйста, себя внутренним зрением. Сейчас мы должны найти все подключки. Первую мы уже нашли, там, в области сердца. Сейчас ищем, ищем в лобной части. Вот и глаза. Я мешала всегда, что-то как будто провода, какие-то в глазах у меня были. Угу. Ну, этот прибор считывает через твое зрение, считывает информацию, через челюсть, считывает, как бы, микрофоны стояли. Я с левой стороны, да. Это старое оборудование, кстати. Сейчас уже используют совершенно другие технологии, оборудование очень старое. Вот, но тем не менее, оно тебе мешает, и оно работает на них. Так, что еще есть? Что еще есть? Мы сначала все выделим, а потом будем убирать. Просканирую, пожалуйста, все, все слетело. Мне как будто показывают фильм этот, как будто рука не моя, искусственная, что в руке левой. Да. Но это как бы, мы сейчас говорим про твое тело здесь, а та искусственная рука очень может быть, что ты там в своей программе, ты кэпэшный, потерял руку, тебе сделали руку как киберга, восстановление. Это еще оттуда идет информация, из того воплощения, в котором мы сейчас были. Есть ощущение, что твоя рука по локоть? Так, шея, в области, шея, в области, где там может быть второй позвоночник. шейный позвоночник. С левой стороны. Я выходила. Да, у тебя почему-то все именно с левой стороны, рука слева, и все стоит слева. С левой, да. Да, давай посмотрим, есть ли что-то еще в нижней части тела. Почка левая. Что еще есть? Так, что нога, нога. Есть еще пальцы ног с левой стороны. Я вижу это все как одну систему. Там, видимо, ты понес некие потери своего тела, и тебя восстановили как полукиберга, доставили механические недостающие части. И вот это сейчас образ как раз на тебе стоит. И он таки, да, работает. Все подключки у тебя на левой стороне. Сейчас четко держи, пожалуйста, этот образ. Будем это все снимать. Значит, как мы делаем? Давай начнем с лобной части, с головы. ты берешь свою правую или левую или обе руки тонкого тела, залезаешь туда, где стоит эта аппаратура, и резким, но не очень резким, так, чтобы не повредить ткани, двумя пальчиками вытягиваешь все. Я сейчас делаю тебе такую полусферу над тобой, под потолком, туда все будем складывать. Потому что ты сразу все это не сможешь удержать, слишком много. отправим в портал, а потом будем разбираться. Хорошо. Так, начинай, да? Я сейчас посчитаю до трех, и ты убираешь сейчас с лобной части убираешь все, что там стоит. Раз, два, три. Есть? Так, я беру хорошо одну. Клади вот эту полусферу. следующее то, что в шее, на втором шейном позвонке. Сейчас, 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 я еще не захватила. Хорошо. Я как бы расставаю лобку, расставаю детали, кладу сферу, потом провода идут. Да, 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 вытягивай все, и очень может быть, что-то сразу вытащим все целиком. глаза, челюсти, второй шейный позвонок, шейный позвонок, таскиваю, область сердца, затиски спины, таскиваю, там прям какой-то жгут, что ли, очень много такого накручивания. Складывай вот этот конец, который освободился в сферу, и дальше продолжаем со спины все это входит, потом почка левая, складываю, рука левая, левая рука, и потом идем вниз по ноге, и вот на стопе есть тоже, так, оттуда все вынимаю, тягиваю, вытаскиваешь самые тонкие проводочки, вычищаю, и вычищать будем потом, сейчас просто вытаскиваю, провода, все, давай посмотрим, есть ли что-то с правой стороны, я хотя не вижу, может быть, ты чувствуешь, с правой, с правой, с правой, колено левое, что-то, ну, давай, левое колено, вся левая сторона, ой, правая, правда, правая, что-то есть, давай, идем на правую, по правой стороне вверх, и сканируешь еще раз правую сторону, смотришь, ничего ли не пропустили, правая, правая, я вижу за ухом, за ухом какой-то, ну, такой таблеточки черной, за ухом, рукой правой, убираю, все, теперь я вижу, что уже ничего не осталось, как по твоим ощущениям, здорово, сейчас, значит, мы сейчас это все отправим в портал, в потолке открываю портал, все это задвигается туда, и я закрываю портал, все, мы закончили, теперь я проговорю все, что нужно от твоего лица, я свободная душа, воплощенная в этом аватаре, пройдя все то, что было во мне встроено, по моему гласному или негласному согласию, я вижу, что по согласию, контракт был подписан очень давно, много воплощений назад, сейчас, в данный момент, осознаю, что я разрываю все мои соглашения, я уже отслужил свою службу, и уже никому ничего не должен, после того, как мы вынули сейчас все подключки, твое тело остается свободным, для того, чтобы они не подключились снова, ты сейчас провозглашаешь то, что ты свободная душа, и твое тело больше не служит никаким тайным программам, отказывается от любого общения и контакта с инсектоидами, запрещаешь впредь сегодняшнего дня, сегодняшней секунды проводить любые опыты, эксперименты, подключки, влияние на твое физическое тело, на твое сознание и подсознание, на твое поле света, да будет так, подписываешь это все, вручаешь этому товарищу, сначала серому, потом он передает инсектоидам, все, никаких возможных поползновений быть не должно, если это будет нарушено, мы готовим обращение в галактический совет, и сразу будет идти сигнал о нарушении свободной воли, передаю это в архив, и если что-то пойдет не так, это будет моментально подано, как заявление о нарушении твоих космических прав, а теперь переноси снова на ту поляну, которую ты видела изначально, на ту траву, будем тебя восстанавливать, да, перенеслась, вдох-выдох, корешочки вниз, отпускаешь землю, сливаешь сейчас всю пережитую травму, напряжение, то, что было до сегодняшнего момента, и то, что ты прочувствовала сейчас, узнав эту новую для тебя информацию, вдох, и на выдохе все сливаешь землю, и просим взять это на переработку и расщепление до составляющих частей, хорошо, ты можешь повторять, я сказала все, я в твоем поле, просто, просто чувствую, что происходит, все вот эти моменты, что ты слышала, как в ухо вливается поток воды, все это было через вот эти девайсы, которые были в твоем теле, это боль в сердце, да, это было внешнее воздействие, которое действовало непосредственно на твою энергетику, а потом уже на физику, всего этого не должно быть больше, пока сливай, потом буду восстанавливать твою память, время так во всем идет, вот пусть он будет, не торопи себя, пусть пройдет это естественным путем, я отпускаю все, что пригирило мое тело, мое сознание, мое подсознание, мою энергетику, все, что мешало мне на моем пути действовать, как живой физический аватар в этом моем воплощении, отпускаю все привязки, все эмоциональные привязки, моим прошлым воплощением, за все моменты, которыми я не управлял, но была, как бы, которых я была не права, действовала не по собственной воле, или по собственному, по собственной глупости, скорее всего, да, вот, по собственной безвыходности, за все я прошу простить меня и развязать по возможности все кармические узлы, которые тянутся до этого момента в мою жизнь и возможно еще на твоих детей тянутся. Я понимаю, принимаю и аннигилирую с помощью моего открытого сердца все то, все те негативные моменты, которые я совершила в этой жизни, в прошлой жизни, которые связаны с тайной космическими программами, где было обманным путем подписано твое соглашение на работу. Обнуляю и принимаю это как данность, как мое прошлое, которое я не тащу дальше в свою жизнь, обрываю на этой точке и ставлю запрет на любое восстановление. А теперь расскажи, что происходит. Сильный тренер, я так раскаиваюсь, очень раскаиваюсь. какое-то сожаление о том, что случилось со мной, большое сожаление. И вот это пропускай, сейчас открывай свою сердечную чакру, через вот эту эмоцию, дай этой эмоции вырасти. Ничего не сдерживай, открой и почувствуй, как сердце раскрывается. да, что было, то было, все прошло, все есть опыт, опыт, нужно жить дальше. Ты находишься на новой точке своего развития, с этой информацией, много чего стало понятным. Да, стало теперь понятно, что происходило. и сейчас фокус на сердце. И ты просишь сейчас всю потерянную тобой энергию, весь твой изначальный потенциал, который был забран на эти негативные события, происходящие с тобой, сейчас через твои эмоции, через твое принятие и согласие вернуть тебе эту энергию в твое поле света. И посмотри, как потоки пошли со всех негативных моментов, со всех воплощений, которые завязаны сейчас на это. И пошел поток энергии, заливается тебе, куда ты хочешь принять, выбери точку, это может быть солнечное сплетение, сердце, любая чакра, сердце, забирай свой потенциал и наливайся этой энергией. и там, откуда уходит эта энергия из негативных моментов, они схлопываются и уходят в память Акаши твоей души. Они становятся просто моментом, никак не связаны с твоим эмоциональным телом, с твоей памятью. И вот в этот момент, когда все начинает схлопываться, начинает открываться твоя память, потому что ты не хотела всего этого помнить, тебе было больно от этого, тебе было страшно от этого. И просто чувствуй, как идет процесс, перед тобой происходят, проходят, как на экране, разные события твоей жизни, той прошлой и этой сегодняшней. И потихонечку схлопываюсь, они отдают твою энергию тебе в сердечную чакру. и посмотри еще на тот страх что-то не успеть. Это суета, это расфокусировка, это незаземленность. Вот в этом моменте страх что-то не успеть, ты не ощущаешь себя. Ты как бы потеряна в этом хаосе пространства. И сейчас посмотри, как именно в этот момент заливается энергия. расскажи, что ты чувствуешь. Идет поток в сердце такой заватисто-розовый делу голову. Очень хорошо, наполняйся, расширяйся, открывай чакру максимально. смотри, что уже нет никакой причины закрываться, убегать от самой себя, быть в панике. Я вижу, что голова как будто еще не моя, как бы. Что там в голове мешает? Какая мыслеформа мешает? Как инсектуида голова? Почему? Я не могу понять образ или мне так кажется. Убираем морок, убираем все проекции, просто светом, который идет сейчас в тебя. Выталкивай все ложные образы из себя. Моя, 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 моя. Теперь моя, все. Теперь моя, все. Теперь все. доставили полный запрет, полное отделение от всех контрактов, от вообще принадлежности к своему прошлому. Закрыли страницу, все. Это остаточное явление твоего ума, который подтягивает образы. Чувствуй глубже, чувствуй через душу. Я свободна. Я свободное воплощение. Я имею все, весь потенциал, который только могу в этой жизни. Я разрешаю себе открыться и начать творить свою жизнь, свое будущее, свою событийность. Я есть творец своей жизни. Вот с этой мыслеформой ты убираешь все другие программы. Это накладывается сверху, растворяются старые программы, уходят, они тебе больше не нужны. то, что было, было. У тебя нет с этим сейчас никакой эмоциональной и энергетической связи. Все, теперь лицо, как золотистый свет, пошел по лицу. Отлично лицо, я его не видала. Во все части тела заливает золотистый свет. восстанавливаем восстанавливаем все органы и системы, восстанавливаем все тела света в балансе и гармонии. Восстанавливаем твою память для обучения, для интереса, для формирования какой-то новой специальности или направления для тебя. открываем твою чувствительность, эмоциональность, интуицию, которая поможет тебе не влезать больше ни в какие сомнительные ретриты, остановит тебя, если это не твой учитель. Твоя интуиция скажет тебе стоп, это тебе не нужно. И эту программу сейчас внедряю в твое сознание ты чувствуешь каждый свой шаг, каждая твоя мысль тебя куда-то ведет и твоя интуиция будет четко давать тебе понять, что ты идешь не туда. Ты просто должна научиться ее слушать. В нашем мире очень много обмана. Для того, чтобы не попасть в эти сети, нужно развить сильно интуицию. Я думаю, что изначально она у тебя есть. Научись ей пользоваться. Что ты чувствуешь сейчас? Я чувствую, что я теперь чувствую свое тело, оно стало как бы больше, как бы я выросла в размере. Почувствую, что ты плохо стоишь на ногах. Давай сейчас построим что я больше выросла. Давай построим твой вертикаль. Вот теперь с этим твоим новым телом света давай идем вверх и соединимся хорошо с твоей душой для того, чтобы был контакт, для того, чтобы ты, если захочешь, могла видеть и слышать и понимать истинные цели своей жизни, выбирать правильные пути и радоваться тому, что происходит. А потом идем еще выше к твоему духу и соединяем его с тобой, с твоей вертикали. Потихонечку это войдет, вплетется в твою жизнь, как естественное состояние, что будет приносить тебе уверенность во всем, что ты делаешь. А сейчас снова возвращайся к сердцу и посмотрим, насколько твои чувства открылись сейчас. Как ты ощущаешь мир вокруг себя? И чувствую, как будто пространство вокруг себя живое какое-то стало. Пошла какая-то радуга. почему тогда будто не на нитку почему не можно понять. Почувствуй себя в этом процессе. Где ты в этом мире находишься? это не уходное пространство. Почему голубое все, какое-то ярко-голубое? это может быть или вода, или воздух. Посмотри, кто ты в этом пространстве, какую форму имеешь? Я что-то какое-то крупное очень. Золотой скафандр у меня такой как будто и что же ты такое? Кто ты? не может понять. Нет, мне так кажется просто. Но я не вижу, что это вода. Я чувствую, что это воздух. Воздух. Это какое-то существо, которое имеет круглую форму и какие-то маленькие плавнички. Как такая, знаешь, рыбка, которая надувается, только почему-то летит по воздуху. Хорошо. Что ты чувствуешь, когда ты находишься в воздушной стихии? Какие у тебя ощущения? В твою свободу. Свобода, легкость. Это моя стихия. Мне здесь хорошо. Откуда ты пришла на нашу планету? Задай себе вопрос. Где твой истинный дом? Почему-то идет Марс. Кем ты была на Марсе? На Марсе была рыбка и была рыбка. Это еще до того, как Марс стал безжизненной сухой планетой. Это еще до катастрофы. Теастрофы. Да. Я вспоминаю, что я свободна там была. Что-то моя родная стихия. Так все-таки это воздух или вода? Мне кажется, что оно имеет вид рыбки, но оно плавает в воздухе, в воздушном пространстве. Я не знаю, что было, какая живность там жила на Марсе до катастрофы, но это не важно. Мне важно, чтобы ты взяла состояние. Состояние поймай. Да. Я свободна. Это самое важное. Да. И давай попросим через память твоей души перенести это в свою сегодняшнюю жизнь и зафиксировать это состояние. Нам не важна форма. Форма — это одежда. Она меняется и скидывается, и возникает новая. А вот состояние души — это основа всего. Это основа твоего творчества, твоего жизненного пути. Все сейчас ассимилируй. Вот это состояние. Я свободна в твоей памяти. На всех уровнях. И эта свобода даст тебе возможность чувствовать, переживать, выбирать правильные пути, активируя твою интуицию и ясновидение, и яснослышание. Человек, когда он свободен, он развивается так, как должен развиваться. Его ничего не сдерживает. И поэтому это основа основ. Да, и сердце моё бьётся, оно свободно, вибрирует, оно стало больше. И вот из этого состояния свободы я хочу, чтобы ты посмотрела на своего сына. Давай посмотрим, откуда у него с детства идут страхи. Что он боялся спать один. Откуда реально, да, у него страхи. Не с телевизора, что он там посмотрел какой-то страшный мультик. А что его действительно беспокоит в этой жизни? Какие-то прошлые привязки или сегодняшние какие-то вещи, которые происходят? Давай просканирую его. Это серые мне его подселили ко мне. Он находится в таких же программах, в таком же плену, как и ты была. Так что его придётся сейчас тоже освобождать. Да, он должен быть просто так. Давай просканируем сейчас на момент привязок. Уберём всю аппаратуру сначала, а потом посмотрим дальше. Да, вот у него голова. Точно так же, укладываешь его, да, или он стоит, ставишь над его головой полусферу и начинаешь вынимать всю аппаратуру и складывай туда. Голова. Внимаю, сынок. Почему у него глаза, как у робота, почему? Вытаскивай. Всё, вытаскивай. Что делает ему глаза, как у робота? То же самое почти, что стоит у тебя. Внимаю, выбрасываю туда. Горли у него. Что у него в горле? Ему постоянно мешает. Ну вот эта аппаратура, она какая-то устаревшая очень. Потому что сейчас ставят чипы, и не нужно всей вот этой вот инсталляции. Просто потяни, потяни через голову, потяни, всё, одним пучком выйдет. Пучком мы в области груди, мы куда только не обращались. Что у него там? Грудиной. Вытаскивай всю проводку, все чипы, всю аккультуру. Просто тяну это всё, нужно отбраться, вытянуть эту всю гадость. Вот это всё прям оттуда вытянуть, вытянуть. Желудок, почему ничего не есть? Что у него там? Ну вот там как раз и есть вот эти вещи. Забирается энергия. У него уходит аппетит. Возможно, его желание шить уходит. Да, провода. Вниз. Всё там скопилось, ком какой-то. Нужно вытягиваю, вытягиваю. Постепенно. Туда собираю, там только чего. Так. Всё закладываю в полусферу. Сейчас делаем проверку. Так, так, так. Есть ещё какие-то наночастицы у него в лимфе? В лимфе. Просто представь себе фильтр. Ты сейчас ставишь этот фильтр на самые основные лимфопротоки. И они фильтруются. И то, что фильтр потом заберём. Это голубые. Это голубые. Голубые светят. И что, не пойму. Так, аж как мне это убрать у него? Ну, я тебе говорю, поставь на основные протоки лимфы фильтры. И когда они пройдёт полный оборот... Ставлю золотые такие, ставлю фильтры. Золото чистит. Всё вот эту гадость вычищает. Ты ещё на лимфоузлы поставь фильтры. Они сами являются фильтрами, да? Их надо почистить. Золото, золото. Ставлю. Руки. У него нервы. Что там в руках у него? Это всё. Это вся система действует на обе нервные системы. На центральную и периферическую. Они фактически управляют всем, что делает этот человек. Ну, отставляют его в таком состоянии, чтобы он выжил. Как любой паразит, да? Который паразитирует на ком-то. То есть паразитоноситель должен быть живым. Так, всё, да. Всё чистим, всё вычищаем, всё управляем. Представь себе, что сейчас такой большой пылесос. И прямо всё вытягиваясь с него. Из лимфы, из крови, из мышц, из костей, из кожи. Все таксины, все внедрённые вещества, тяжёлые металлы. Всё-всё-всё выходит. Вместе с остатками, да? Если что-то где-то мы сейчас не заметили. Всё вот вытаскиваем. Я держу пространство, тоже чищу вместе с тобой. Всё, вроде мы закончили. Складываю всё в полусферу. Открываю портал и отправляю. Полностью отрезая всё. Теперь посмотрим, есть ли какие-то договора. Договора идут через тебя. У него нет никаких отдельных договоров. Он идёт как твоё продолжение. Всё, что мы сейчас с тебя сняли, там всё было написано и о нём. То есть нету ничего личного на нём, никаких контрактов. Посмотри сейчас, просканируй, что всё чисто, пространство вокруг него. Сейчас будем восстанавливать. Запрещаю на данного аватара снова вернуть всё, что мы сейчас сняли. По плану работы с тобой. Полностью аннигилирую все возможные согласия и подписи. Полностью запрещаю новых внедрений, влияний на нервную систему, на сознание, на подсознание, на физику, на тело света. Запрещаю проводить любые операции влияния или вторжения с этого момента раз и навсегда. Вот это дело мы отправляем на галактический суд. Если будет нарушено что-то, значит, моментально это всё будет подано как нарушение свободы воли данной души. Всё будет так. А теперь переноси его на свою полянку. И делаем то же самое с телом. Заземляем, вдох-выдох. Ты просто стоишь рядом и смотришь. Поднимается энергия земли. Восстанавливает все ткани, все поля в гармонии и балансе. Заливается энергия земли через ноги. Восстанавливая всё на своём пути. И проходит через макушку, выходит дальше. И сейчас космический луч светло-голубого цвета, прохладный, заходит как космическое сознание, которое оживляет его состояние, всех его систем и органов, состояние его осознания и принятия себя через его истинную природу. По плану его души. И пошло восстановление. Верхний и нижний поток. Верхний поток проходит через всё тело, уходит в землю. И два потока проходят через его тело, делая свою работу, баланса и гармонии всех систем, полей и уровней. Что ты видишь, что ты ощущаешь, как ты наблюдаешь процесс? Как проходит голубой поток через него вниз, а снизу идёт как будто корни вверх к нему идут. А он встает, улыбается. Вот в этот момент, когда ты с ним рядом, наладь с ним связь, соединитесь сердечными чакрами. Передай ему всё, что ты сейчас почувствовала, как некое. За руки держу, смотрю в глаза. У него светлая рубашка такой, натуральная. Вот ты что, чтобы чувствовала себя, как свободное существо, вот это состояние ему передай. За друга. Я хочу передать ему свою любовь. Состояние любви, радости, целостности, уверенности в себе. Страхи уходят, точно так же, как ты отпускала. Уходят и возвращаются та энергия, где он потерял через свой страх. Смотри, как золотые линии, золотые энергетические потоки. Да, пространство пронизывает золотые потоки. Какие потоки пронизывают? Всё пронизывает золотом. И он возвращает в себе весь свой потенциал. Возвращает свою память. Открываются блокировки, которые были страхами закрыты. Всё это уходит. И восстанавливается его целостность. И придут к нему в своё время, когда он будет готов, его задачи на этом воплощении, его путь. И, соответственно, он будет выбирать те действия, которые наиболее быстро ведут его к своей цели. Пусть у него будет благостное развитие, без преград. Тот путь, который он выберет для себя сам. А теперь ты можешь ввести в своё поле свою дочку, передав ей своё состояние. просто поместив своё поле и точно так же соединившись с ней сердечной чакрой. Да, поместила. Ты можешь пригласить ещё всех, кого ты хочешь, в это поле. Твоего мужа, ещё кого-то из семьи. Кого ты ещё приглашаешь? Брата приглашаю. Одного, второго брата. Приглашаю. Это живых только, я могу приглашать. Ты можешь пригласить кого угодно. Никто никуда не уходит. Маму. Мамочку свою. Отца. Дедушек. По поводу ещё моего дедушки, который пропал в бизнесе во время войны. Да, давай посмотрим. Дедушка по отцу. У меня, кстати, тоже пропал мой дедушка в этом же году. В сорок первом году. Двоюродный. В сорок первом, да. В самом начале войны. Давай, как его зовут? Сергей. Сергей. Представь его образ. Представь его образ. Вот фотография. Давай попросим. Не надо ничего. Ты помнишь его образ? Ну, вот фотографию. Фотографию, через фотографию. Попроси его. Пригласим его в наше поле сейчас. Ну, вспоминаю. Сергей. Ловлюсь. Сергей Егорьевич. Что вам сказали, что он пропал без вести? Мне сказали, я нашла в книге памяти его. Есть такая книга, там я нашла его там. Это книга какая? Физическая книга? Физическая книга, она существует, да. Он записан на без вести пропавшие. Хорошо. Дядя, мне разрешаешь посмотреть, что происходит реально? Да, конечно. Разрешаю. Он не погиб, он жив. Ну, вот с него, скорее всего, и началась твоя карьера в ТКП. Продолжаешь династию? Ну, уже в прошлом времени, да? Если будет ещё что-то, как бы смотри, оттуда не выходит никогда. Мы сейчас сняли аккуратно. Что-то из такого не может быть. Я до этого не буду поверить. Он находится в ТКП. Он жив. Но он находится в другом пространстве, далеко от нашей планеты. И это не Марс, это какая-то очень далёкая станция. И тогда, я вижу, увозили многих. Прямо с поля боя. Боя фактически не было. То есть их забрали. Прилетел какой-то корабль, даже не приземляясь, забрали, наверное, человек 20. И все они числятся, как без вести пропавшие. Выполняют там какие-то свои дела. Там время другое, иначе идёт. А он что-то знает обо мне? Он знает вообще? Нет, он ничего не знает о Земле. Всем тем, кто был забран. Обычно говорят, что Земля погибла, как планета. Никого не существует. И они заняты другими делами. Об этом вообще не думают. Ну, когда человеку говорят, что нет планеты, то, соответственно, фокус внимания уже туда не идёт. Нет, они работают там на базах. Я вижу, что он не выполняет какую-то чёрную работу. Он достаточно высокой должности. Но он был управляющим на заводе до войны. Ну, вот, пожалуйста. Ну, как кем-то он там и управляет сейчас. Я не могу сказать, что он делает, но у него... Я его почему-то вижу в русской форме военной. С погонами. Ну, знаешь, как вот прибрежнями, да? Вот были военные так одевались. Вот так я его и вижу. Я не знаю, что дальше, но в любом случае его душа продолжается в этом вот... Это его тело. Может быть, оно клонированное дальше. Но, во всяком случае, я вижу его в теле. И там, очень далеко от Земли. Ну, и ему можно помочь? Я не думаю, что мы как-то можем ему помочь. Кроме того, что туда заглянуть. Вполне себя комфортно чувствует. Там нету никаких... Не находится в каких-то там копательных работах или не ходит как суперсолдат. Он там чем-то управляет и вполне сам себе самодостаточный. Так что душу провожать не надо. Она и не здесь давно. Так что может быть твоя... Как-то я так прям вообще... Твоя карьера ТКП, скорее всего, с него и началась. А куда я имею в детстве такое? Просто это тебе сейчас объяснит очень многие моменты из твоего детства, из твоей жизни, которые, ну, невозможно объяснить обычным физическим планом. Их что за мной следили. Вот это было у меня в этом маленьком прислезе. Да? Да. Сейчас уже нет. В каком-то момент они уже теряют. Мы сейчас сняли вот эту старую аппаратуру инсектоидную. Я не думаю, что кто-то сейчас вообще даже будет... Она просто была и была, понимаешь? Она вышла как бы... Работала по каким-то еще старым программам. Потому что я давно не видела такой старой проводки. Все это сейчас гораздо компактнее и гораздо эффективнее. Так что вот с тех времен и пришло. Все вроде по всем пунктам прошлись. Давай сейчас снова вернись в то состояние гармонии, которое ты почувствовала, когда была рыбкой на Марсе. Закрепи это состояние в твоем глубоком подсознании и сделай его своим якорем. И если в жизни нужно решать какие-то проблемы, какой-то дисбаланс, возвращайся в своем сознании именно в это состояние. И уже успокоив себя, принимай какие-то решения именно оттуда. Договорились? Да, конечно. Все. Тогда я благодарю все пространства за все, что нам сейчас показали, все, что мы узнали. Пусть это идет в копилку твоего опыта. И используй его через интуицию и через свое истинное намерение души. Продолжение следует... Продолжение следует...